Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя и продолжим разговор о осени. Ну, конечно, вы посмотрите на эту картинку, как малыш радуется тому, что происходит. Они, наверное, с мамой пришли в лес, может быть. А зачем люди ходят в лес осенью? Верно, вы скажете, что грибы собирать. Возможно. Возможно, это как раз тот момент, что ребёнок, он же маленький, да? И мы видим, как он восхищается от того, что он видит вокруг. Он прямо кричит, как ему нравится то, что его посадили на листья, а их так много. Они, смотрите, как падают и кружатся вокруг, и тихо на землю ложатся, может быть, если ветер их не гонит, да? Поэтому наблюдать осень очень приятно. Ну, вот, может быть, где-то в каких-то районах земли сейчас ещё осень не совсем наступила прямо такая вот. Ну, когда уже голые деревья стоят. Есть, конечно, такие места, где уже деревья совсем голые, и только одни ёлочки зеленеют. Да, и, может быть, даже снег где-то выпадает. А здесь мы видим восторг. Восторг маленького человечка от того, что он видит. Но увидеть можно то, что листики падают, а можно ещё их ощутить. Да, вы посмотрите, как на левую ладошку малышу прямо листик падает. Его можно на ладошке ощутить. Да, а ещё можно его запах ощутить, да? Понюхать, как этот листик пахнет. Ну, конечно, вы скажете, что он приятно пахнет. Он пахнет чистым воздухом, да? Ну, а листики, на которых уже сидит малыш, то они уже немножко стали прелыми, мокрыми немножко такими, да? Потому что их накопилось много, а в них всё равно влаги много. Поэтому эти листики становятся такими немножко влажными. Ну, а как называют те листики, которые упали с дерева? Верно, кто-то скажет опавшие листики, да? Опавшие. А те ещё, которые не упали, то, естественно, те ещё крепко держатся своими корешками за веточки. Ну, да, ребята, иногда, вы знаете, бывает такое, что на некоторых деревьях, ну, это точно, вот, смотрите, дубовые листики падают, потому что я как раз о дубе и хочу сказать, что иногда такие крепкие на дубе листочки бывают, что они прямо остаются на всю зиму на дереве. Ну, естественно, не полностью по всей кроне, а на некоторых веточках листики могут даже простоять всю зиму. Вот такой дуб, такой он крепкий. Ну, естественно, если это мы видим, что дуб, то, наверное, под этим дубом много жёлудей. Да, потому что дуб тоже плодоносит, и его плоды – это жёлуди. А вы скажете, а зачем они в лесу, да, под дубом? Ну, ребята же, в лесу много живёт различных животных, например, дикие свиньи. Вот как раз жёлуди и являются для них прекрасным кормом. Ну, естественно, дети собирают жёлуди, и из них делают красивые поделки. Ну, я не думаю, что это я для вас новость такую сказала. Но просто очень приятно ходить на прогулки, дышать свежим воздухом и наблюдать вокруг себя такую красоту. С вами была Надежда Николаевна. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего! Нажимайте колокольчик! Субтитры создавал DimaTorzok